Кораблекрушение круизного судна Михаил Лермонтов Круизное судно Михаил Лермонтов – советский восьмипалубный пассажирский корабль класса Ивана Франка. Морское судно рассчитано на 750 пассажиров. Круизное судно было названо в честь русского поэта Михаила Лермонтова. Морскими судами-близнецами являются Иван Франко, Александр Пушкин, Шатар Уставели и Тарас Шевченко. Корабль был построен по советскому заказу на верфи в ГДР 1972 года. Совершал трансатлантические переходы и туристические круизы к берегам Австралии. В 1983 году был модернизирован и переоборудован ФРГ. На этом теплоходе путешествовали только избранные. Этот лайнер прекрасно знали на Западе. По нему судили, как живут в Советском Союзе. Но большая часть населения СССР даже не догадывалась о его существовании. Его жизнь была окутана тайной. До сих пор остается тайной и его гибель. Круизное судно затонуло в 1986 году у берегов Новой Зеландии. 16 февраля 1986 года в 15 часов ровно из новозеландского порта Пиктон вышел советский круизный лайнер Михаил Лермонтов, на борту которого находилось 408 пассажиров и 330 членов экипажа. Теплоход шел проливом Королевы Шарлотты. В 16 часов 35 минут капитан судна ушел в каюту, а на остались вахтиный штурман, второй помощник капитана, два матроса и новозеландский лоцман. Лоцман рассказывал пассажирам по радио о местных достопримечательностях. По его просьбе курс судна прокладывался поближе к берегу. В 17 часов 30 минут теплоход вышел проложенным курсом из пролива в открытый океан. Неожиданно лоцман отдал команду. Руль влево, 10 градусов. Вахтиный офицер продублировал приказ, и теплоход, меняя курс, вошел в узкий пролив между мысом Джексон, Кейп Джексон и маяком Вокосрок. Второй помощник капитана Гусев доложил, что видит буруны на воде. На вопрос, почему изменился курс, лоцман ответил вахтеному штурману Сергею Степанищеву, что хочет дать возможность пассажирам полюбоваться красотами мыса Джексон. В 17 часов 34 минуты прозвучала вторая команда лоцмана. Руль влево, 10 градусов. Теплоход Михаил Лермонтов в 17 часов 38 минут на скорости 15 узлов вошел в пролив. Неожиданно пассажирское судно на полном ходу врезается в подводную скалу. Длина пробоины составила 12 метров. Были повреждены водонепроницаемые переборки и по инерции теплоход продолжал двигаться вперед. На ходовом мостике незамедлительно появился капитан Воробьев, который взял управление судном на себя. Он решил выбросить теплоход на песчаную отмель в заливе Порт-Гор. В это время пассажиры теплохода собрались в музыкальном салоне. Они развлекались в сопровождении артистов. В 17 часов 43 минуты была объявлена общесудовая тревога. На мостике прозвучал доклад, что водонепроницаемые двери задраены. В 17 часов 45 минут крен судна составлял уже 5 градусов. Вода стала поступать в рефрижераторное отделение, спортивный зал, продуктовые кладовые, прачечную и типографию. Вода просочилась через плохо запертые водонепроницаемые двери машинного отделения. В 18 часов 20 минут, когда аварийная группа пыталась закрепить двери, крен судна уже составлял 10 градусов. Капитан отдал приказ о подготовке спасательного снаряжения. На мостик поступил доклад, что вода заливает главный распределительный щит электропитания, в результате чего основные двигатели остановились и электричество пропало. В 19 часов 10 минут крен судна составлял 12 градусов и капитан отдал приказ покинуть машинное отделение. В 19 часов 18 минут крен судна уже составлял 13 процентов. На теплоходе включилось аварийное освещение. В 19 часов 20 минут на помощь к тонущему судну прибыл танкер газовоз Тарихика и морской паром Арахара. Была дана команда срочно высадить пассажиров. Посадка проходила относительно организованно. В 21 час 15 минут на мостик поступил доклад, что пассажиры доставлены на берег Тарихика и Арахара. Затем капитан отдал приказ проверить помещение и эвакуировать экипаж. В 21 час 30 минут крен судна достиг 23 градуса. В 22 часа 10 минут спасательная операция завершилась. Пассажиров и членов экипажа встречали полицейские и медики. Лоцман под присмотром двух членов экипажа был доставлен на паром Арахара. Но как только судно пристало к берегу, он таинственным образом исчез. Когда над пассажирским теплоходом спустилась ночь, он уже лежал на правом борту. В 22 часа 10 минут знаменитый круизный лайнер Михаил Лермонтов затонул в заливе Портгор. Когда провели перекличку, не отозвался один человек. Рабочее место Павла Заглядимова было в рефрижераторном отделении. Именно там судно получило основную пробоину. В Ленинграде экипаж пассажирского теплохода ждали родные и представители компетентных органов, которых не интересовало психологическое и физическое состояние членов экипажа. Официально виновником катастрофы был признан старший помощник капитана Сергей Степанищев, как старший офицер, находившийся на мостике в момент столкновения. В том же году Степанищев был осужден по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта на 4 года исправительных работ. При назначении наказания суд учел неправомерные действия гражданина Новой Зеландии лоцмана Дональда Джиммисона. Джиммисон осужден не был, но добровольно сдал свою лоцманскую лицензию. Свою карьеру он завершил капитаном грузового судна. Расходы на восстановление теплохода превышали стоимость судна, и 20 августа 1986 года был подписан приказ о списании Михаила Лермонтова с баланса Балтийского морского пароходства. Теплоход не был застрахован. В апреле 1989 года БМП предъявило властям Порта Пиктон и лоцману Дональду Джиммисону иск на 100 миллионов австралийских долларов или 45 миллионов долларов США. Судебный процесс длился несколько лет. Выяснилось, что лоцман Джиммисон исполнял обязанности генерального директора правления и капитана Порта Пиктон. Был единственным лоцманом и экскурсоводом во всей акватории. Джиммисон работал 7 дней в неделю по 16-18 часов в сутки. Таким образом, власти Порта Пиктон нарушали множество новозеландских и международных конвенций, а значит, должны были отвечать за те действия лоцмана, которые привели к кораблекрушению. Балтийское морское пароходство получило 2 миллиона 750 тысяч долларов США и предложило пассажирам компенсацию экс-гратиа. Однако ее размер удовлетворил не всех пострадавших. В 1987 году последовал иск в суд первой инстанции. Затем апелляция Балтийского морского пароходства рассматривалась в Высоком суде Австралии. В обеих инстанциях суд приговорил Балтийское морское пароходство к выплате компенсации за нанесенный ущерб. Процессы завершились только в 1993 году. Останки судна покоятся на глубине 12-30 метров. Это место является популярным местом дайвинга. Из-за темноты и мутной воды погружение сопряжено с повышенной опасностью. По состоянию на 2009 год известно о гибели троих дайверов. Тело одного из них не было найдено и предположительно находится внутри судна.